Всем привет! И снова выходные подкрались незаметно, а значит самое время подумать о том, как именно их провести. Предлагаем список мероприятий, которые наверняка вас заинтересуют. В субботу в Центральном дворце культуры в Щелковом можно вместе с детьми отправиться на спектакль «Кентервильское привидение». Напомним, что изначально это готическо-юмористическая волшебная сказка англо-ирландского писателя Оскара Уайлда. Собственно, именно по ее мотивам и поставлен спектакль. Сюжет наповествует о следующем. Одной неугомонной американской семейке достался в наследство старинный замок в далекой Англии. Но про это место ходят странные слухи. Говорят, что здесь уже 300 лет обитает чудаковатый призрак. История наполнена живым юмором и забавными приключениями. Маленькие зрители вместе с главными героями учатся сопереживать и заботятся о близких. Открывают для себя, что такое настоящая дружба, ради которой можно преодолеть любые преграды. Приходите, начало в 17.00. А вот в воскресенье 10 ноября в театрально-концертном центре Щелковский театр в 2 часа дня пройдет гала-концерт лауреата второго открытого фестиваля конкурса народного творчества имени Левашова. Владимир Левашов более 10 лет руководил Щелковским ансамблем русской песни «Распевы». Занимался продвижением народной культуры, используя в концертных номерах аранжировки старинных песен. Участие в фестивале примут творческие любительские коллективы учреждений культуры. Приходите. В субботу в 2 часа дня в универсальном спортивном комплексе Подмосковья состоится 9-й тур первенства России по мини-футболу. Наша щелковская команда «Газпром Бурение» встретится на поле с игроками из города Самары «Луч ГТС». Предлагаю вам запастись шарфиками болельщиков и поддержать наших ребят в этой важной игре. Вход свободный. В завершении поговорим о кино. 7 ноября на больших экранах стартовала новая экранизация по книге всем известного мастера ужасов Стивена Кинга «Доктор Сон». Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торренс пережил кошмарный сезон в отеле «Аверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Возрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведет жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая сияющая девочка Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «истинного узла» группы охотников за одаренными детьми. Также 7 ноября в кинотеатрах можно посмотреть российский приключенческий триллер под интригующим названием «Девятое». Сюжет перенесет нас в Петербург конца 19 века, который охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу Российской империи с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе происходит серия ритуальных загадочных убийств. Расследованием занимается молодой полицейский офицер Ростов и его помощник Ганин. С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее. Подозрение приводит к Ростову к Оливии, и он решает обратиться к ней в надежде, что ее подлинная или мнимая способность вызывать духов погибших может помочь выйти на след убийцы. На сегодня это все. С вами, как и всегда, была Мария Буржинская. Увидимся ровно через неделю. До встречи.